Привет, я Антон, хозяин этого дома от компании БАКО по проекту Бавария С+. Я только получил ключи и приглашаю посмотреть мой дом. Дом отделан кирпичом, выполнена кровля из штучной черепицы. Обратите внимание на окна. Окна выделены рельефной кладкой и сами окна ламинированы под дерево. В наш проект мы добавили кровельный фонарь для того, чтобы у нас был обзор на лес со второго этажа. Про кровельный фонарь и назначение комнаты я расскажу уже когда окажемся на втором этаже. Это крыльцо. Изначально вход должен быть в другую сторону, но мы сделали для удобства в эту. Предлагаю пройти. Здесь достаточно много места. Она почти 7 квадратных метров. Приглашаю в дом. Сейчас мы оказались в прихожей. Основное назначение этой комнаты не только снять варежки, шапки, но здесь есть дополнительная функция, которую я расскажу позже. Все начинается с того, что мы шапки, варежки можем повесить на полотенцесушитель, который небольшой специально выведен для этого. Также есть вывод под газовый котел. Здесь планируется в дальнейшем установка котла. Дом полностью пригоден под газовое отопление. Второе назначение этой комнаты – это постирочная и гладильная. Здесь есть все для этого. Будет установлена здесь стиральная машина и также над ней будет сушилка. Здесь планируется поставить гладильную доску, которая будет убираться время от времени. Здесь будет большой шкаф под верхнюю одежду. И здесь будет спрятан электрощиток. Выходим из прихожей и попадаем в холл. И самую главную комнату, для чего это все затевалось, это кухня-гостиная с таким прекрасным камином. Значит, мы сделали увеличенные окна для того, чтобы видеть лес и наш участок. Отсюда он отлично просматривается. Сразу же выход на террасу. Можно будет вынести все, что нужно с кухни в это помещение. И здесь в дальнейшем будет установлена большая кухня угловая вместе с островом. Сделан вывод под остров. И с этого места отлично просматривается игровая комната, которую мы планируем отдать полностью под игрушки, чтобы их не было в этом большом пространстве. Давайте расскажу немного поподробнее про нашу кухню. Ей мы уделили особое внимание. Значит, зона эта выделена как в плане потолка, так и напольного покрытия. Это несущая балка. Мы ее постарались максимально обыграть так, чтобы она сочеталась с основным потолком, где открытые балки. Сама кухня будет большой угловой, как я уже сказал. Выведены все розетки, обратите внимание, белого цвета, розетки под все носители и приборы. Значит, там отдельный проект. Это, может быть, я вам покажу позже свою кухню, как она будет выглядеть. Смысл в том, чтобы не было ни одного удлинителя. Здесь будет, как я говорил, уже остров. Он будет предназначаться именно для того, чтобы принять пищу и наблюдать за своим участком в центре помещения. В этой зоне будет расположен уже большой обеденный стол для того, чтобы принимать гостей. Мы любим встречаться с нашими родными и близкими. Значит, с острова можно будет сразу забрать все, что нужно, на террасу. И в хорошее время года можно будет также выходить и проводить время здесь. Значит, все у нас в одних цветах гармонично сочетается. Терраса направлена максимально в сторону леса. С двух сторон у нас лесной массив. И мы большую работу и спасибо менеджеру, который нам во всем этом помогал, провели по планировке дома. Мы зеркалили помещение так, чтобы был и вход удобно расположен, и терраса была направлена именно в сторону участка. В хорошее время года мы планируем проводить время в основном на своем участке. И здесь мы хотим поставить большой стол, за которым я планирую или работать, или отдыхать, как появится время. Соответственно, здесь есть еще и розетки, для того, чтобы можно было всегда подключить все необходимые гаджеты. Сейчас мы заходим в игровую комнату. Она же детская комната. Здесь будет установлена большая шведская стенка на полстены. Все стены предусмотрены под то, чтобы выдерживать большие нагрузки. Тут мы планируем поставить диван. Сделан вывод под гирлянду, под окном. Нам это решение очень нравится. А здесь планируем поставить тумбу с телевизором и приставкой. В дальнейшем мы думаем насчет того, чтобы, возможно, когда нам станет тяжело подниматься на второй этаж, мы переселимся сюда, а все наши дети, пока что у нас один, но у нас большие планы, будут жить или приезжать к нам на второй этаж. Здесь у нас техническое помещение, также кладовка. У нас здесь электрокотел, бойлер и все, что необходимо для дома. Дальше можем пройти санузел первого этажа. В санузле первого этажа у нас предусмотрено две раковины, потому что мы не хотим очередей на... Потому что мы не хотим очередей при входе в дом и с утра. Как я уже говорил, мы любим принимать гостей. Одна будет раковина с этой стороны и другая... Покажи, где будет раковина. Тут здесь, да? И вторая будет раковина здесь. У нас немного необычный душ. У нас установлен тропический душ и потолок фигурный. Плюс у нас строительный поддон. Он изначально такого же цвета, как и вся остальная плитка на полу. Здесь мы выделили стену немного другого цвета, чтобы она выделялась. Здесь будет установлено стекло. И мы считаем, что будет достаточно удобно. Тут повесим большой полотенцесушитель. Предлагаю подняться на второй этаж. Здесь у нас предусмотрена подсветка, лестница с датчиком движения. Для того, чтобы в любое время суток было здесь хорошо все видно. Сама лестница деревянная, но очень хорошая, стабильная. Вот на самом деле я не могу не нарадоваться самой лестнице. Вот здесь мы зашили, потому что в доме есть дети. Вот не хотим, чтобы они там что-нибудь придумали с этой лестницей. Собственно, здесь несколько помещений. Из них три спальни и санузел второго этажа. Обзор спальни второго этажа. Предлагаю начать с нашей главной спальни. Можно сказать, почти мастер спальни. Отличающийся только тем, что санузел у нас все-таки не выделенный. А для всех жителей второго этажа. Здесь планируется у нас и гардеробная, и кабинет. Сейчас расскажу, как это мы хотим устроить. Здесь будут системы хранения по обе стороны стен. А здесь мы поставим большой стол прямо перед окном на этот как раз вид. Для того, чтобы можно было закрыть дверь и спокойно работать. Прятаться от второй половины я не планирую. Поэтому здесь у нас сразу спальня наша основная. Она отличается от остальных тем, что у нее есть окна в обе стороны. И в сторону леса, и в сторону дороги. Также на втором этаже есть еще две спальни, которые мы планируем отдать нашим детям. Первому, который подрастает, и второму будущему. Собственно, они абсолютно идентичны. Отличаются только тем, что здесь небольшой выступ от камина дымохода. Это место мы решили отдать под хозяйственные нужды. Это будет наша будущая кладовка. Здесь мы поставим ширму. И будем прятать все от глаз, когда будут приходить гости. Туда не заходите. Это у нас санузел второго этажа. Мы здесь немножко поигрались с плиткой. Вот здесь будет установлена раковина. Все выводы для этого есть. Подсветка. Значит, сама ванна. Вот этот выступ скрывает ванную. И есть также подсветка. Сам унитаз будет установлен здесь. Гигиенический душ и полотенцесушитель за дверью. На сегодня все. Спасибо. Если будут вопросы, пишите в комментариях. Буду смотреть. Ищите нас в Яндекс.Дзен и вступайте в группу во ВКонтакте. Ссылка в описании ролика. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok